а дальше самое страшное самое основное то у нас калибровка сцепления назад пути не будет неужели рено написали лучше софт нежели ford если бы мы ее адаптируем либо мы ее разбираем пока она работает все классно все круто ты радуешься что вот у тебя короткий промежуток времени когда работает исправно есть подтвержденные данные на форде 400000 без замены сцепления диагностика ничего не выявляет с автомобилем все хорошо и людей отправляет свободное плавание на этом автомобиле он сделал два технологических отверстия в одно дует воздухом второе пылесосом выкатывает пыль чтобы не снимать коробку остановитесь у нас перегреве следующая машина тоже будет повышенец друзья всем привет люди часто покупают ford fiesta ford focus с коробкой powershift и почему-то думают что они хорошо изучили этот вопрос но потом они очень сильно удивляются почему же эта коробка так быстро рассыпается почему она так часто ломается и почему они не думали о том сколько это стоит в нашей команде есть один парень у него есть ford focus у него из powershift он уже туда засунул нормально денег ну как сцепление он уже поменял если кто не знает комплекс сцепления сколько стоит комплект сцепления именно в этом видео вы узнаете и не только комплект сцепления все болячки которые касаются powershift он уже проходил эту процедуру и он сказал где сидят боги powershift а и именно он нам посоветовал этих парней и действительно парни зачетные колы по яким подбирается съемник два варианта 1 и 2 1 номер далее туда номер 2 основной вопрос почему на рено powershift ходит больше чем на форде вот наверное здесь надо получить ответ на вопрос если конечно вы дадите в первую очередь это программное обеспечение которое делает ford тот же рынок плюс объем и мощности двигателей тоже играет роль но объем и мощности двигателей допустим вот взять 16 фордовский реновский мотор объем один и тот же фордовская коробка на рено то есть неужели рено написали лучше слов нежели ford не готов ответить лучше не написали или нет но в частности ford до сих пор делает новые калибровки для рено не делает за рено не в курсе как они делают калибровки раношные коробки вам не привозят на на ремонт не привозят ну что вы на них не специализируетесь или потому что они не ломаются быстрее всего потому что он к нам просто машина идти не попадают если ford у нас стоят на линии по типу даже у нас то рено у нас менее скажем так то залетная марка авто которые приезжают по статистике вот допустим я понимаю что здесь 170 тысяч и добрый день в то время когда 130 150 170 вот больше я не встречал я потому что я рассказываю с теми реальность максимально максимальная мы мы уже понимаем что когда у ford 150 плюс и у него еще нет отметок про замена сцеплением тому же человеку рим дорогой ты наш товарищ готовься но если взять рено то до 250 в рено намного чаще доходит без замены сцепления нужно сделать легкую вставочку это видео только о сухом power shift и потому что есть еще и мокрые есть еще и коробки эти стоят на рено но на рено коробки это почему-то не ломается почему-то там другое программное обеспечение там другое передаточное число в общем на рено все хорошо ford то что придумал эту божество она там не работает есть подтвержденные данные на форде 400000 без замены сцепления но коробка снималась каждые 100 тысяч для продувки от пыли как минимум и замены сальников в таком случае но это единичные случаи которые очень редко встречались они в украине встречались в их видео это было в россии коробка потому что плотно общаемся а то есть есть понимание есть история да есть история и мальчик конечно он молодец он снимал коробку каждые 100 тысяч первый раз снял второй раз снял на второй раз он сделал два технологических отверстия в одно дует воздухом второе пылесосом выкатывает пыль чтобы не снимать коробку вот он продлил до 400 тысяч здесь можно показать где эти отверстия можно сделать потому что наверняка вот люди которые услышали можно сделать отверстие замучает комментариями где их делать коробка у нас сухая частности можно вот два любых отверстий в местах можно просто просверлить корпус ну опять же таки это все делается на свой страхи риск и это не инструкция то есть работает но это не точно рабочий эффект рабочий эффект был отмечен тут идет только замена программного обеспечения или же мозг там тоже меняется не понял вопроса относительно сцепления механической части мы понимаем что кончается становится тонкие дисциплине не будет в частности здесь не проблема в тонкости сцепления если программа очень старая древняя скажем так ни разу не обновлялась программное обеспечение это влияет на работу коробки на правильное сцепление частности когда не делают адаптацию когда изготовитель рекомендует каждые 15000 но в реалиях никто не делает каждые 15 обращаются только уже когда есть проблема начинает потеряться одно из сцеплений это пыль забивает вилки включения вилки начинают клинить идет перегрев сцепление выход со строя хорошо а сам блок его только перепрограммировать надо или он иногда тоже сыпется он не иногда он очень часто сыпется особенно было пять версий модуля управления коробкой 5 вроде самая более-менее стабильная первые сыпались просто от жары плохая палька внутри она просто рассыпалась машина просто не заводить не запускал чисто гипотетически можно с первую выкинуть если кому-то досталось сразу пятую стуле до не гипотетически это практически так и делается сейчас на все машины ставятся если идет замена 105 это у них ревизия 100 111 120 304 105 сколько стоит приехать сразу поставить 105 блок данном случае у нас уже эти 7 заменен на 105 так как машина 2013 года не явно стоял модуль здесь по коробке видно что она свеженькая то есть тут коррозия здесь все чистенько хорошо будете всем поменяли на поменяли не вовремя и старый модуль тихим убил сцепление данном случае но на старом эта машина не запускалась совсем сколько стоит приехать поменять если все хорошо в виде некой поменять блок к тисепи до замена блока тисем порядка двух двух с половиной тысяч под плачей не за горят запчасти приехал 100 долларов и уехал а сама за блок запчасть на сегодняшний день их в украине уже почему-то очень мало какой-то бум пошел в последние две недели ну а это блин две недели это скажем так временный спрос они все равно появится жиры из месяца жили вам были они по 11 12000 сейчас тяжело найти даже на 16 18 ну то есть короче 600 700 долларов до 100 замена около 1000 вот вам это без сцепления это без сцепления а сама зацепление сцепление комплект порядка 25-30 тысяч под комплектом мы подразумеваем корзину выжимной и вилки но есть оригинальный комплект которым идет ведут только корзина со сцеплением все больше ничего нужно докупать отдельно вилки хорошо если поставить все сразу новое самое усовершенствовано назовем это так она долго будет ездить или все равно через каждую замену масла на адаптацию а лучше с каждой так понимаю то что замена масла на форде 10 тысяч до 10 15 лучше каждый раз делать это продлевая срок службы сцепления с ними заезжаем на замену масла сразу понимаем адаптация стоит порядка 700 гривен дешевле чем поменять масло в комплексе но тем не менее все равно это та необходимость которая все равно сделает продлит жизнь этому сцеплению парня зовут ким это наш младший научный сотрудник даже он ездит на поваршифте и вот слова человека который ездит на поваршифте кстати на поваршифте нормально ездить нравится или нет скажем так если приспособиться то можно получать хотя бы легкое удовольствие так скажем так больше страданий чем удовольствие а в чем удовольствие ну удовольствие если коробка работает исправно тебе радуешься что она работает исправно вот это короткий промежуток времени когда она не ломается это приносит позитивные эмоции радость от драйва сил наступил с двух педалей поехал и все хорошо тут оказывается пока она работает все классно все круто и ты радуешься что вот у тебя короткий промежуток времени когда она работает исправно прям такие короткие промежутки ну это грубо говоря то есть у меня она все живет хорошо благополучно будешь я научился как вокруг нее танцевать и чтобы она работала исправно не ломалась и так далее хорошо адаптация как часто надо делать говорят после каждой замены масла вот хочу у фордовода на пауэршифте в лучшем случае это каждая замена масла это если пробег у коробки ну сугубо мое мнение хотя бы до 100 до 120 тысяч километров поскольку у меня пробег у коробки уже за 200 то мне адаптация приходится делать раз в 6 7 тысяч километров даже чаще чем замена масла это больно это неприятно но я уже и купил программу специальную кабель специальный купил который читает диагностирует и можно адаптировать самый обычный elm 327 и вот такими приспособлениями скажем так удлиняю срок службы своей коробки передач грубо говоря можно не платить 700 гривен за адаптацию можно 327 включил на это делать тут на самом деле это можно тут надо брать на себя ответственность что не дай бог например что-то пойдет не так во время перепрошивки этого блока сядет аккумулятор на ноутбуке и так далее то это все это полная замена блока и на самом-то лучше на самом деле лучше довериться профессионалу который это сделать я это делаю в целях эксперимента и моя машина это сплошной эксперимент я люблю и заниматься экспериментировать я понимаю зону ответственность то есть если где-то что-то сядет телевым во время перепрошивки до готовить до сколько там 700 долларов на замену блока может повезет но маловероятно в общем все кто ездит на поваршивки тысячу долларов в бардачок но ныне у я или започек я не ваню я именно такие же кстати на дома у меня дома 1000 долларов всегда на ремонт коробки передач лежит а как давно поменена коробка передается сцепление в коробке сразу после покупки когда приносто с америки то есть сразу хорошо сколько прошло время пробега уже пробега уже тысяч шестьдесят шестьдесят тысяч на новом сцеплении и за 60 тысяч в среднем 7000 километров короче раз десять адаптация уже было если это делать сервисе это 7000 гривен и 60 километров дякую тебе больше смысл работы у него постоянно включено две передачи это четная и нечетная в зависимости от того какое сцепление в данный момент работает идет привод четных или нечетных передач на светофорах желательно и производитель так говорит если стоянка больше 30 секунд переводить коробку нейтраль никакие нажатия на педаль тормоза не размыкают сцепление полностью сцепление всегда подбуксовывает здесь же тут натяге да на готове включиться и поехать поэтому больше 30 секунд переводим в нейтралку при движении в пробке особенно касается киев харьков мегаполис и желательно переходить есть в пауэршифта два положения лишних это спорт режим и лов режим так называемая черепаха в которой только одна передача задействована дабы в пробке коробка не прыгала с первой на вторую туда обратно потому что это самая больная тема коробки повышив дребезжание при переключении именно с первой на вторую хотя тот же самый процесс у нас происходит с 3 на 4 и также с 5 на 6 но дребезжание не отмечено но дребезжание есть именно с первой на вторую с чем связано наверно скорее всего как играет человек педалью газа потому что это мы стартуем только скорость движения все из-за этого всегда меняется сцепление адаптация спасает ненадолго но ненадолго потихоньку нужны на долго это насколько у всех по-разному кого неделя у кого две у кого 1000 пробега у кого на 100 километров только хватает набрать убрать убрать дрожание коробка очень боится резкого нажатия на педаль газа на скорости то есть отжигать да где-то там едете там на 6 передачи резкая педаль газа в пол категорически она этого не любит все должно быть плавно но тем не менее старт должен быть рискин резким и быстрым чтоб сцепление минимум буксовал резким и быстрым я плене и минимум момент заключается в том чтобы она буксовала и дальше ехала уже зацепление какие-то еще болячки кроме сальника который пропускает сальников сальников там два первичный вторичный вал вот только мы видим маслянистое запотевание между коробкой и двигателем нужно тут же немедленно снимать коробку и менять сальники потому что в дальнейшем это масло попадает на диски сцепления начинается просто изжигает перегрева сжигает и дальше мы стоим в пробке и нам просто машина пишет остановитесь у нас перегреве если вдруг кому-то непонятно я поясню эта коробка она должна была быть прорывом в автомобиле строения она должна была облегчить жизнь и автолюбителям и экологам но в результате это стало офигенно здоровым геморроем для одной и для другой стороны какие есть рекомендации для того чтобы это коробка жила долго и счастливо или не будет она жить долго и счастливо ну первая рекомендация переводим в нейтрально светофорах это серьезно сильно увеличится увеличит немного да она предотвращает перегрев сцеплением сцепление буксует соответственно у нас светофоры зачастую больше минуты мы стоим намного больше вот движение в пробке не должно быть никаким нервами и чувствовать нужно машину чтобы передачей не перескакивали первое второе второе первое желательно это если у вас есть ручной режим зафиксировать его в ручном режиме либо же режим low на кулисе таком режиме ехать пока не проедем пробку замена масла 60-90 тысяч рекомендована хотя производитель категорически говорит на весь срок службы конечно конечно да у нас присутствует какие услуги да но у нас присутствует трение в алюминии шестеренка который это осыпается оседает забивает до сцепление но не забивает она не портит сцепление но забивает другие части как подшипники в коробке которые начинают гудеть у ребят после 120 130 тысяч если вовремя не меняют масло мы после замены масла опять же таки рекомендована адаптация после замены масла в коробку остальные сальники у него сыпятся типа вот полуоси или полуоси надолго полуоси надолго до обычных да как-то у них был правый сальник слабый сейчас усиленные сделали на рестайлинге то есть сальники держатся и опять же если у вас автомобиль до рестайлинг до 15 года если снималась коробка и сальник даже целый сальники нужно поменять на сальник от рестайлинга который идет усиленный дабы не снимать через тысячу-две-три снова коробку и снимать сцепление поэтому это копеечные детали которые желательно менять при снятии коробки то есть по факту тут в принципе всего лишь раз-две проблемы мозги мозги да там где была плохая пайка и при жаре при нагреве она все там разваливалась то есть подмечалась даже машина в пробке она просто останавливалась немного подостыла но едет себе дальше проблем нету есть еще два актуатора сцепления которые двигают вилки но с ним жгут проводов тоже на первых моделях был как бы не совсем надежный иногда там он отваливался там после 12 года как-то не что-то поменялись и вроде проблем с ним не было разве что только дтп какое-то перебила все а так как у нас машины с америки там этому нужно определять внимание у нас обязательные условия что надо поменять масло и сделать адаптацию иначе никакой гарантии в принципе не будет то есть мы на машины выдаем гарантию и своде людям объясняет что дружи надо заехать не обязательно это все сделать те машины дуры сталин которые были с америки большинство из них были на пост гарантийном обслуживании то есть ford продлил гарантию на сцепление эти 7 до 10 лет либо 150 тысяч миль пробега то есть 90 процентов автомобилей попадала под эту гарантию наш официал winner менял это все дело по гарантии до определенной поры при определенных условиях что даже должна была заезжать там не менее трех раз на станет нет нет отмечено все вот есть факты есть ребята которые ездили есть счета у них что грубо говоря ездили ездил потом думал приехать поменять свои проблемы проблемы проблема только вот если есть ошибка если ошибок нету никто по гарантии менять ничего делать не будет на сегодняшний день почему-то америка отказывается проплачивать это все дело и пока тем гарантийные машины зависли все в воздухе когда вышел ford focus в 2012 году уже тогда был подан коллективный иск в суд на ford потому что когда люди заезжают на сервис все подключаются диагностика ничего не выявляет с автомобилем все хорошо и людей отправляет свободное плавание на этом автомобиле но по факту людей не устраивало рывки не контролируемое включение передач в общем ямороя было довольно большое количество пять лет люди коллективно судились эти сначала был суд в калифорнии потом он пошел в другой штат через пять лет признали и выплатили людям это была первая волна потом пошла австралия потом пошел таиланд кстати в таиланде это был вообще первый случай когда подали в суд на иностранную компанию и при этом выиграли суд там небольшая сумма была порядка 200 до 200 тысяч долларов но тем не менее все равно для таиланда эта цифра большая в общем если в сухом остатке подытожить практически три миллиарда долларов было потрачено на всю вот эту вот коробку powershift на творение форда за 10 лет самим фордом и судебными издержками а маховик у нее съемный там тоже есть сальник который если течет тоже его сразу менять тоже влияет на сцепление открытый выступ то есть независимо куда течь масло с приводного вала либо задний либо приводной это все равно стук только есть масло на стыке коробки и двигателя нужно сразу снимать коробку потому что потом буду тебя что-то получать маховик не превосходя на смесь и это что это у нас вилки которые включают сцепление это одна из самых проблемных деталек коробки она должна плавно опускаться в она уже подклинивает она сама не опускается опять же некоторые люди экономят при разборе коробки допустим да у них там заклинила вилка человек меняет только одну вилку крайне хотя бы уже две вилки и сцепления старые оставляют если сцепление еще нормально две вилки нужно менять уже было много случаев только собрали вторая вилка дает клин сразу же либо же через н километров и приходится человеку снова платить за снятие установку это вилка более рабочая она уходит полностью до плавный ход у нее вот она ходит 2 2 вилка подклинивает все судился уже ни в коем случае вообще оставлять нельзя вот она стоит а где нельзя стартовать двух педалей например на классическом гидре она тут же пытается это коробка стоит на месте пока не отпустим тонн а я мысль понял то есть это связи сцепления да не передается ньютоны на колеса здесь он как раз типа ждет и ждет ждет и с практики знаю что если коробка началась пинаться то можно есть пару раз так стартануть или на некоторое время опять же таки упускает и соответственно ее можно таким образом прогреть хорошо в летних реалиях да опять же узло употреблять такими стартами не стоит и не нужно таким образом можно быстро и кончить можно кончить его и просто адаптации стации это очень опасная процедура вот например вот на этой коробке до 1 вилка вот подклинивала есть такая вероятность если ее начали адаптировать или все что-то вот вилка не дошла до своего места только из-за того что она механически по механически подклинивает да и на адаптацию не проходит и все мы ничего не сделаем машина не поедет ничего вообще то есть она будет тогда начинается процесс адаптации не заканчивается это уже дальше только через ремонт механики бывает бывает случай что это может быть датчик конечно но это очень редко очень легче и засевшего аккумулятора просаженного тоже бывают проблемы при адаптации когда емкость аккумулятора слабенькая мы понимаем что это у нас генератор работает на всю свою мощность соответственно тяжело крутится двигателю при его мощности и коробка понимает что нарушен какой-то крутящий момент двигателя от идеального и она просто проваливает эту адаптацию не хочет адаптироваться то есть если это у нас машины европейские 16 гидроусилителем была проблема с гидроусилителем при адаптации то есть датчик давление гидроусилителя мешал нормально адаптировать коробку он просто видел нагрузку какую-то как будто человек крутит рулем и просто машина падала в аварию во время адаптации но нашли решение временное для адаптации из таких таких автомобилей поэтому такое тоже можно делать какой аккумулятор лучше ставить какой-нибудь типа гелевый здесь идет и fb или агм потому что присутствует система интеллектуальной зарядки на автомобиле дальше информация будет интересная для тех кто будет это делать самостоятельно а среди моих зрителей найдутся такие люди которые будут делать самостоятельно ребят простые советы уберегут вас от того что же делать потом поэтому те кто будет заниматься самостоятельно заменой power shift а эта информация для вас сцепление новое в коробке идет уже взведенным поэтому взводить его не нужно что такое взводить данном случае у нас фрикционы крутятся отдельно один фрикцион вот второй уже подклинивший не хочет не есть крутится и вот чтобы поставить правильно сцепление его надо взвести то есть зацепление вести фрикцион и корзины сводится специнструментом потом также разряжает вот она вот видно вот корзина зафиксирована вот раз два три три точки здесь здесь она еще выстрелили поставить ее назад надо ее на 5 давить то есть специальные фиксаторы жало защёлкнуть и так же ставить это мы говорим если душное сцепление кто-то ставит на эту снису ставить на сцепление не карьере из того чтобы больше вообще можно строение просто если с вами а то есть если его сняли и сразу же ставится теперь понял некоторые все равно умудряются экономить и покупают допустим нас с америки никому не секрет что заходят машины с маленькими пробегами даже те же утопленники то есть ну не зазорно брать оттуда сцепление потому что сцепление как мы знаем ходит уже явно больше ста тысяч если взять сцепление с пробегом 20000 это считается новым сцеплением грубо говоря и будет стоить на порядок дешевле вилки я не рекомендую бы уж не оставить вот сцепление принципе из дать вам лесу топливника пробег небольшой при установке очень важно соблюдать порядок действий были случаи как-то бывает сцепление отщелкивается неправильно и приходится потом заново снимать коробку не одно сцепление а уже при адаптации просто она отказывается мне постоянно включена передача она не может ее выключить просто клинит сцепление есть один нюанс при монтаже у некоторых специалистов и уже при установке коробки прикручивания к маховику не соблюдается порядок затяжки и момент к маховику и начинается жесткая вибрация начиная от 1000 и продолжая с оборотом грубо говоря за того что его неровно прикрутили до идет дисбаланс и просто жуткая вибрация идет это был первый щелчок до проверка бушного сцепления если вы собрались оставить свое сцепление при каком-либо ремонте сейчас слово озвучит если более пяти оборотов проходить то есть крутым раз оборот два три четыре пять шесть семь это означает что износ диска пошел то есть не более пяти оборотов должно быть вот так вот разводится назад сцепление собрал ее назад поставил потому что подавиться дисками физически невозможно я помню состояние открутиться пять оборотов делается если более шести там до десяти доходит то есть сцепление про подзамен то не пора его просто не нужно ставить уже но если она уже щелкнула то это алё магазин запчастей везите мне сцепление вот пока снятый диск не надо было сразу под шумок сальник поменять посмотрели сальники здесь сухие и клиент как бы не готов пока сальниками предупреждал сравнению со сцеплением сколько этот сальник стоит 300 400 гривен 400 гривен когда он уже вот все в руках у нас хозяин барин уж понимаете выше я же не подарю клиенту это нести ценность что нет не готов человек так сейчас смотрим если новые актуальные обновления на коробку и в частности на машина это он сравнивает с тем что есть сравниваем да с сервером фомока у нас есть доступ и актуальные калибровки на все блоки мы проверяем помогает а ford motorcompany совершенно верно да в данном случае самое критичное обновление для машины это двигатель электроусилитель руля и коробка это самые основные реже встречаются приходится адаптировать тот же самый кондиционер либо климат по причине не включения кондиционер он просто не включается почему не знают новую калибровку ставим все работает буквально вчера ford с такой проблемой был опять же это все не знаю битки с америки может с этим связано что после ремонта что глюки какие-то ловит свежих калибровок нету но свежих нету на сервере ли на на сервере да потому что я у вас и студии скорее всего я их уже поставил ранее здесь только на собес и пару блоков просятся на обновление это не критично и незачем платить клиенту тормоза от этого лучше не станут вот если бы был бы руль блок управления да там отмечается легкость в рулении на месте и более отзывчивость руля на скорости дальше я проверяю рабочий ход вилок на данный момент у нас это 13 7 14 3 миллиметра некоторые считают что это цифры износа сцепления потому как ford пишет эта цифра не должна быть меньше 6 миллиметров после этого сцепление не адаптируется и принципе она когда падает в аварии у него цифры 6 миллиметров эта цифра программная никак не зависит от износа сцепления она зависит от хода вилки то есть у нас вилка моторчик крутит вилку вот как показывали как показывали вилка подклинивают у моторчика идет нагрузка и блок управления рассчитывает это как упор просто дальше не подводит сцепление и тут начинается пробуксовки сцепления после адаптации поэтому требуется лезть механией это тот момент когда после адаптации требуется снимать уже коробку принципе ездить можно но не рекомендовано после любого вмешательства в кпп после отключения аккумулятора после замены масла в коробке вообще при каких-либо малейших непонятках в работе с коробкой требуется проведение адаптации то есть для начала мы либруем датчик положения трансмиссии прогоняем кулису во всех ее режимах дабы компьютер по новой запомнил все люфты тросика новые которые образовались и так далее дальше самое страшное самое основное это у нас калибровка сцепления назад пути не будет либо мы ее адаптируем либо мы ее разбираем бывали случаи нужно коробки остыть она проходит адаптацию еще ездит и часто часто в наше время с первого раза адаптация не проходит почему-то то есть есть что-то мешает тоже пылью то сейчас как раз тот момент что если она не пройдет адаптацию до мы понимаем что машина поедет на за подъемник какой прекрасный автомобиль ford да и откатить ее нельзя такая некая вот пошла сейчас точка невозврата вот так вот как раз она пошла он сбросил все компенсации запаздывание крутящего момента и коэффициентов трения сцепления и вот теперь она будет обучаться этому всему по новой сейчас адаптируем точки касания сцепления с точки касания адаптируется на при полностью открытом дросселе даже услышание вот один был одно сцепление и вот второе все отлично все отлично бывают звуки пострашнее это уже говорит о том что тоже сцепление уже подходит все у нас прошло успешно и всем сообщил об успешном выполнении процедуры в частности на коробку у нас влияет вибрация двигателя но справа и подушка основная масляная тоже влияет на коробку любая вибрация лишняя она пагубно влияет на сцепление на что обращать внимание при выборе автомобиля с такой коробкой на плавность работы сцепления при трогании и при переключении в частности между первой и второй это самые больные места но опять таки это можно почувствовать лишь только тогда когда она нагреется на рейс добывается на холодную такие но очень очень редко это уже значит что такую 6 если на холодную мы понимаем что там же алис либо же мы сбрасываем цену на ремонт вот этих деталей но опять же желательно глянуть какой у нас 307 это возможно зеркалом либо же телефоном сфотографировать из-под капотом на машина не должна быть горячей руки просто так не сумма но у нас обычно это при осмотре когда скидем защиту мы сразу видим и соответственно если мы видим что там не 105 стоит а это уже 104 104 я еще допускаю но если там стоит сотый то его просто сразу на то есть мы понимаем что никогда не стоит сколько 12 до раньше был 12 сейчас тяжело найти за 16 17 ну так 500 баксов это чуть больше 12 то есть а сейчас учетом в условиях дефицита эта цифра я слышал там цену и 17 но грубо говоря 2 2 есть короче в среднем 700 долларов с 5 ста задать кстати есть и 7 и на алиэкспресс по 200 долларов и чё реально да у нас клубе есть мальчик который купил поставил 45 месяцев он ездит полет нормально и половина это можно людям сказать что и на алиэкспресс есть такая же я не рекомендую потому что это не оригинал это китай у кого нету денег в принципе может рискнуть попробовать 200 долларов и 500 долларов это весомо и кстати половина предложений которые вы видите обои лыкси там по 6 по 7 тысяч новые я предполагаю что это китай которые купили за 200 долларов и пытаются продать его по дороже почему же пытаются продавить наверно успешно сплощается рождает приложение в принципе я даже его в руках держал крутил я не нашел отличия с оригиналом не по отливке не по наклейкам это как будто вот единственное что разные это упаковка да вот у форда на какая-то более вот не такая упаковка более презентабельная сказал ну китай присылает уже завод 1 вполне возможно что собирают их китае потому что много запчастей идет даже с китайской заказы в частности на ford они приходят даже с оригинальными номерами фордовскими влияет ли объем двигателя на саму коробку то есть если до влияет крутящий момент то есть чему больше тем быстрее на кончится совершенно чем больше крутящего момента теме и пагубы этот те же самые как бы сказать старт из двух педалей их можно делать их нужно делать иногда но часто постоянно категорически иногда и так часто как бы коробки иногда даже ребята отмечают при эксплуатации коробки требуется иногда взбучка вот она ездит с по городу она адаптировалась под город мне там плавные переключения затяжные все это человек выезжает на трассу с трассы заезжает город у него коробка по-другому со всеми и в этот момент можно стартануть с двух педалей дабы ускорить процесс адаптации и немного притереть как бы сказать сцепление немножко взбучку коробки иногда давать какие-то дополнительно пожелания для людей которые не понимают что такое power shift есть помимо тех вопросов которые не задал я да не не нужно бояться эту коробку это в принципе стабильная нормальная коробка уже слушали уже больше десяти лет коробки принципе основные болячки люди все знают единственное что мы встречаемся если коробка попала одному человеку от салона она будет ходить долго если ее правильно эксплуатировать по городу за городом но даже если боятся повышев то то как минимум после замены сцепления мы понимаем что следующие 100000 брали если временно это так же будет если есть здесь нюанс дальше у нас пойдут подшипники мы никуда не денемся от механики возможно дальше придется снимать будет коробку это все-таки пробег это возраст но подшипники они не дадут такого люфта люфта не будет это будет гул да это будет гул но вот такой есть нюанс у них очень редко выходят синхронизаторы сестрой очень редко ну наверное тогда все хорошо спасибо что уделили время внимание у вас и так уже мучим уже скоро домой идти пора следующая машина тоже будет по ваших нет я уже понял что если у меня даже сломается сцепление сделаю swap на механическую коробку передач и буду ехать на своем ford фокусе дальше ремонтировать не вижу смысла потому что это сложно это неприятно это больно но это факт то есть по двигателю ford фокуса и придраться двухлитровому не могу по кузову придраться не могу то есть соотношение цена-качество мне устраивает полностью кроме коробки передач спасибо за уделенное время не за что заезжайте чаще ford focus ford fiesta в своем ценовом сегменте это конечно лидеры рынка к нам очень часто обращаются люди с просьбой выбрать именно хороший powershift мы прикладываем максимум усилий но это видео специально сделано для тех чтобы вы понимали то с чем вы можете столкнуться приобретая powershift мы можем помочь выбрать действительно живой аппарат на данный момент но учитывая не совсем понятное поведение этой коробки я хочу обратить ваше внимание что даже завод потратив три миллиарда долларов до сих пор не может пролить свет на то хорошая эта коробка или нет сейчас вообще министерство юстиции сша пытается разобраться и пролить свет на то что действительно ли эта коробка была проблемной вернее не так знала ли ford о том что эта коробка проблемная и при этом выпустила ее в свет людям в машины ведь журналистские расследования разные доказывают то что это действительно правда ладно не буду затягивать ребят напишите пожалуйста в комментариях было ли это видео полезным нужно ли делать нечто подобное более раскрывать какую-то тему какую-то болезненную потому что болезненных тем в автомобильной сфере большой вагон и маленькая тележка напишите об этом в комментариях пожалуйста это важно дайте обратную связь ну а с вами был николай тарануха киев компания один авто всем удачи на дорогах всем пока пока я даю процентов 70 что больше всего напишут дальше следующее расскажите о вариаторе а а